друзья всем привет пол третьего ночи 30 декабря у нас включена наша елочка горит гирлянда ну а я вам хочу показать вот это это корзиночки из глобуса которые мы купили они с клубникой они такие красивые что если честно я не могла вам их не показать мы решили попить чай потому что мы только что закончили все свои дела весь свой монтаж я тоже закончила в этом году все вот эти видео все выпустила одним махом ну вы это сами видели и решили подкрепиться корзиночкой и чай представляете да вот просто представляете кстати из-под елочки убрала подарки штамм кот любит спать так что подарки у меня там на компьютерном столе и вот наслаждаюсь он они там прячутся подарочки в общем шикарно атмосфера до нового года осталось совсем чуть-чуть ждем праздника я уже заранее предвижу как плохо вы относитесь к этим корзиночкам пол третьего ночи но они такие вкусные там клубника с джемом извините мы это сидим потому что мы устали мы много работали сегодня до предпраздничная суета я вам скажу это не хухры-махры поэтому корзиночка ждет меня между прочим и корзинку купили не только сегодня покушать но и на новый год на праздничном столе она тоже будет вот так предыдущий кадр там вообще что-то какой-то получился черно-белый это вот из-за гирлянд цветопередачи телефон так передает это я там ничего никакие фильтры не накладывал если вы подумаете об этом корзиночки все еще здесь давайте я вам покажу их со вспышкой но там кстати джем который виднеется 60 грамм что ли это корзинка или я ошибаюсь вот мы купили отдельная стоечка по 57 рублей 1 корзинка а в самом глобусе если покупаешь она дешевле там 47 рублей еще я купила вот 100 пакетиков такого чая тесс флирт он зеленый с клубничкой и персиком как раз вот эти корзиночки это самое то большая упаковка была 100 штук так что нам надолго хватит ну что приятного чаепития нам ну что я думаю неплохо смотрится мягенькая такая вот джемчик такой внутри там классный о мягкий ведь они его подсушивают но при этом он мягкий вот будете в глобусе покупайте вкусно друзья всем привет сегодня 31 декабря идет кавказская пленница на фоне немножко приубавила везде вот мои огонечки сейчас работают ну а я вот пожалуйста вот какая у меня здесь работа надо будет сейчас все нарезать для рулетиков хотим сделать рулеты с лавашом ну я думаю что вы знаете ну и короче я сейчас сидела сидела и что-то у меня заклинило выключилась елка и сетка как бы у меня тут что-то не произошло какое-то замыкание в общем непонятно так что праздник приближается осталось совсем немного а уже первые жители нашей страны уже встретили уже как два часа так что их уже с наступившим новым годом а мы купили творожный сыр в глобусе мы куда его будет да ну лаваш но наверное с беконом из бекона еще ну вот это ветчина да ветчина из бекон такие холодные кошмар как будто с этой ну вот такая вот мы стараемся делать вот так вот кубиками мелкими прям и вот они будут отправляться как раз таки нам в лавашик можно по две сразу делать по нескольку хотя нет неудобно по одной отчет на кухню хочешь так мне пришлось сейчас убавить немножко телевизор потому что авторские права небось опять меня вылезут как на предыдущих видео где мы ездили в глобус и свеколе наряжали елку на мне пришла жалоба но я не стала не выкладывать эти видео потому что извините извините хотят не хотят пожалуются за это могут канал заблокировать но я эти видео короче оставила вы их посмотрите пройдет какое-то время я не знаю что с ними делать вообще нельзя чтобы жалобы висела иначе могут заблокировать канал но вы уже посмотрите к тому времени я на это надеюсь либо оставлю как есть либо придется эти видео закрывать доступ для вас то есть они у меня останутся но только у меня то есть вы не сможете что тима вы посмотрите на это тима все хорошо зайчик все прекрасно да я хочу крабовую палочку на ешь здравствуйте я что еще буду за тебя вот это все или что давай тем какой я давай я камеру держу смотрит гипнотизирует крабовую палочку думает взять или не взять вот в чем вопрос ну как хочешь щас щас подождите я вертикально поставила то неудобно я пока буду резать это у меня отвлекает щас он додумает эту крабовую взять вот что не видишь вот что гипнотизируешь в общем вечер проходит спокойно включила вот эти все гирлянды всех поздравила поздравляю тех у кого сегодня день рождения у меня такие зрители есть поздравляю всех тех у кого завтра день рождения у меня тоже такие зрители есть новогодние девочки красотки так что симочка давай за и здоровья кушай давай чё ты ждешь кого ждешь когда ждешь потом все заканчивается понимаешь веку ли у нас заболела очень таки неудачно на новый год так что я не знаю как они к нам придут не придут мы как-то готовим еду но чувствую что будем ее есть сами отлично он уходит ну и все до свидания лавочка закрыта еще после тебя стол протирай опа вот видите уже первые звонки как говорится звоночки алло привет спасибо тебя тоже с наступающим новым годом что все было хорошо что вы там чем занимаетесь мама вот тоже зашла с наступающим тебя самое главное здоровье вам благополучия пусть у вас все будет хорошо пусть все ваши мечты сбываются все что вы хотите чтобы у вас было и будет спасибо спасибо чем занимаетесь я этот шкаф собрал сейчас кровать до собираю ну да приходите если ей уже получше конечно ну завтра придем тогда если что хорошо приходите уже не знаю во сколько но придем ну понятно но вы после ночи поспите отлично видите короче видите как хорошо у нас получилось то что завтра они может к нам зайдут уже веку ли полегче это хорошо в общем вот так вот ну и слава богу здесь покажу процесс быстро снятия бренки с крабовых палочек и так немножечко вам ускорила ну вот такие здесь рекламы сегодня есть которые банков всяких разных а так прям из больших рекламных не все пачки делать этих крабовых третью тоже нет пока не надо не надо у нас мусора здесь не было пока оставь то потом если что зарежу пойду вот эти все прорежем подняла я немножко ракурс камера а то ничего не было видно походу посмотрим потом на монтаже посмотрю одна тарелка уже есть он сбоку она да сейчас идут фильмы потом малахов будет со своей передачей в общем кто какой канал смотрит чуть не порезал основные чисто с приветом я так вот я проделываю еще чтобы более мелко было так все скрабовыми закончили знаете я так скажу пока вот так вот шевелишься хоп хоп а уже вот время шесть то есть это готовка достаточно медленный процесс всегда ну ладно так ты ветчину открываешь да Сима тебе тут сейчас перепадет что-то ветчину так же будем резать да мелко да мне вот этот ножик если честно сказать неудобно он у меня плохо палец держит не мой ножик а этот? да нет этот острый он уже не очень острый ну ты режешь я не знаю кубиками плохо получается очень крупно наверно должна быть какая-то другая система для них кубики очень очень твердые как бы да мам посмотри они как кубики такие слишком твердая ветчина и это получится какое-то безобразие попробуем да потому что вот эти Тима иди сюда дам тебе лаваши у нас вот другие теперь вот более мягкие сыром что делать на терке? сыр тоже на терке сразу будем на какой из? не не надо сразу будем а сразу на рулет? да намажем а что еще мне делать все что ли? все а яйца тоже сразу яйца тоже сразу короче у нас для рулета тут получается крабовый вот такая тарелочка у меня получилась сыр ветчина ну и яйца там сбоку не могу достать я ветчину попробуем если она не будет на терку натираться что значит я миленько надо будет как-то полосочками мне кажется потому что кубики они слишком упругие это не дело смотрите для тех кто не знал как делается лаваш вдруг это единственный человек на канале у нас присутствует лаваш намазываем майонезом выкладываем сверху крабовые палочки дальше что? дальше яйцо дальше давайте яйцо так вот натираем сразу не надо отдельно прям на него чтобы вы не тратили все время чтобы не получилось что с одной стороны белок а с другой стороны желток дальше берем плавленый сыр точно так же натирается на терку по всему периметру лаваша все это делается не смеши ты не смеши 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 сейчас все это дело хватит дальше приступается и это последний ингредиент у нас все солить мы это дело не солим оно и так все нормально зелень крабовый майонез в общем вполне себе вот кому надо записывайте сейчас пока еще стол не сделали решили перекусить вот корзинками сладеньким мозг подбодрить ну что ж время 8 часов давайте вместе с вами пройдем к окну сколько гирлянд сейчас у людей работает и так давайте считать раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать насчитали идем дальше так вон там вот не видно там две два три четыре пять шесть семь восемь здесь поменьше ну и у нас соответственно тоже работает наша гирляндочка и елочка так за окном у нас идет дождь 31 декабря по градусам ровно ноль вот ровно ноль кто-то едет в гости кто-то остается дома в общем вот так тимка тут развалился отдыхать я пока выключила свет глаза ему не буду светить вот он здесь отдыхает на новогоднем пледике да зайчик пузико мне подставляет чтобы я его почесала да да мой сладкий да да мой хороший тебе тоже с наступающим новым годом пузико погладить лежишь рядом с оленем ну и за ушком снеговичок ждет праздничного стола будет угощение ему тоже да будешь ждать а ты дерешься а ты дерешься просыпайся скоро новый год смотрю иронию судьбы тут сейчас бьют куранты вот меня правда плохо видно но вот куранты из фильма вообще в целом так скажу что прям какого-то новогоднего настроения конечно нет прям какого-то супер мега веселья просто обычный такой как бы вечер немножко праздничный давайте вместе с вами посмотрим откуда же у нас в этом году ой икра четырнадцатая двенадцатая да икра зернистая лососёвых чё тут где тут искать это все мега углеводы что-то это все не то двенадцать часов после вскрытия город Дмитров что же это за Дмитров такой мм мм московская область область московская да ну просто странно конечно вот такая вот икра и причем она ещё и стоит пятьсот с чем-то ну ладно и вот в открытом варианте как вот она смотрится честно сказать мне кажется это какой-то вот перемороженный до продукт очень похож на это да без вспышки если непонятно намазывать посмотрим заодно с вами в принципе пойдет выбирать как говорится еще не приходится что было то и купили это не икра имитация это вообще не икра короче первое блюдо уже у нас на столе это икра все остальное будем приносить постепенно итак друзья я снимать новогодний стол не буду время вот у нас 10 часов по семейным то складе обстоятельствам ну потому что просто новый год будем встречать без камеры так что мы еще не садимся за стол мы где-то в этом году сядем прям попозже я еще отлежу смотрю фильм который идет на фоне но стол уже вот накрывается у нас но снимать не буду так что включимся с вами позднее загадываем желание 20 22 22 год и пока еще идет фильм вот покажу наш стол уже сейчас как раз таки садимся здесь салат цезарь это картошка мясо грибы их свои морковку по-корейски икра рулеты два вида здесь селедка мама любит а это столичный получается с курицы ну и все что садимся мы за 100 обычно такой красивый стол новогодний в общем впрочем как у всех осталось полтора часа до нового года остаются считанные минуты до нового года 10 минут осталось не знаю буду этом году салюты или нет я против них я не особо люблю вообще салюты еще и код пугаются так что сейчас уже будет обращение президента но мы старый новый год ой старый год проводили мы будем встречать новый короче все надо закрывать окно вот люди наоборот выперлись вместе со мной сейчас будет обращение президента но окно надо будет закрыть тимка уже кто-то вон уезжает короче кто где встречает холодно надо закрывать дорогие друзья я вас сердечно поздравляю с наступившим 2023 годом желаю благополучия уюта мирного неба нам головы чтобы все мечты у вас забывались чтобы все что вы загадали у вас обязательно в новом году сбылось чтобы все невзгоды остались в прошлом году и новые какие-то совершения обязательно случились в будущем году вот он наступил двадцать третий год мы его встречаем всех поздравляю с новым 2023 годом но у нас уже три часа ночи и мы с вами прощаемся до новых встреч всем пока пока